Несмотря на то, что 70-летие со дня Победы наступит только в 2015 году, подготовка к событию уже идет. Проверили условия жизни ветеранов, обследовали состояние их здоровья и улучшили жилищные условия. Это только часть из запланированных мероприятий. Ну а о том, что ждет ветеранов и жителей республики в этом мае, говорили сегодня в Доме правительства. Пока на Украине избавляются от памятников Великой Победы, в России готовятся к празднованию 70-летия. В Чувашии все идет по плану, отчитался Вадим Ефимов, министр культуры республики. Улучшили социально-экономические условия жизни ветеранов, благоустроили и отремонтировали памятные места, организовали торжественные мероприятия. В районах и градах Чувашии прошли мероприятия по увековечению памяти, павших в боях, восстановлению и благоустройству памятных сооружений и мемориальных мест. В Валиковском, Канарском, Красноармейском, Красночитайском, Ядринском, Цибильском районах появились новые архитектурно-скультурные композиции. По результатам вот этих вот проверок условий жизни ветеранов в администрациях городов и районов Чувашской республики на учете понуждаемости в ремонте жилья состоят 193 ветерана Великой Отечественной войны. По результатам также обследования проводятся мероприятия по содействию в ремонте домов и квартир, проводятся беседы, даются разъяснения и консультации и нуждающиеся принимаются на социальное обслуживание. Несмотря на то, что судя по ответам докладчиков для ветеранов все складывается благополучно, возникли и вопросы. Сегодня до сих пор продолжаются возмущения по постановлению кабинета министров о повышении стоимости на транспорт в городе Чебоксары. С нами это никто не согласовывал, с нами никто не обсуждал этот вопрос, подняли на 100 рублей. Возмущение идет до сих пор. Я считаю, что целый комплекс мер со стороны правительства республики делается для того, чтобы эта мера была сохранена. Но индивидуально, что касается по 9 мая, по возможности организации льготного проезда, мы, наверное, должны с городскими властями, в первую очередь, посоветоваться и окончательно какое-то решение будет принять. Сейчас мне тяжело говорить. Хорошо, Иван Борис. Что касается 69-й годовщины Победы, то не обойдется без концертов и возложения цветов. По республике пройдут более 2000 мероприятий, по Чебоксарам более 500. Планируется, что в торжестве примут участие более 2000 чебоксарцев. В план мероприятий включена свеча памяти, так полюбившаяся горожанам. За основу оформления столицы возьмут прошлогоднюю концепцию. Ее дополнят и разнообразят. Главное внимание уделят центральным улицам города. Ольга Алексеева, Евгений Анисимов, Республика.